Городская конференция «Вклад женщины в развитие государства. Тенденции и перспективы» проходит в столице впервые. Она объединила более 600 участниц, меньчанок, работающих в сферах промышленности, образования и науки, здравоохранения, культуры, представительниц правоохранительных структур, СМИ, общественных объединений. Здесь собралось 600 женщин, и это маленькая доля всех женщин, Белорусского союза женщин, которые имеют свое дело, имеют свое всегда мнение. И самое главное, что мы продвигаем любую идею во благо нашей страны, во благо наших семей, наших детей. Сила женщины в том, что мы всегда оберегаем либо бизнес, либо семью. Это наша сила, наши возможности. И, конечно же, данный форум еще раз показывает, сколько нас, что нам есть, что сказать, что у нас есть и мысли, и есть конкретные дела, которыми мы можем поделиться, поделиться своим результатом своих дел. И это важно. Мы видим, что 30% бизнеса малого и среднего возглавляют женщины. Страна дает возможность финансирования именно малому, среднему бизнесу. Минусский горосполком отдельные программы имеет для поддержки. Также банки наши поддерживают малые и средние, и стартапы для того, чтобы развиваться. Надо сказать, я умею, я знаю, я могу. И тогда все получится. И у нас, да, скромные женщины, но они в том числе и умные, очень амбициозные. И посмотрите, сколько сильных женщин появилось за последние годы. Подобного рода вот такая конференция, она проводится в Минске впервые. Конечно, мы сегодня видим, что роль женщины в различных профессиях, ее активность, в том числе и общественной жизни. Но мне хотелось бы сегодня обратить внимание на то, что, может быть, еще не в полной мере раскрыт потенциал женщины в социально-экономическом развитии страны, да и в целом в общественной жизни в том числе. Несмотря ни на что, вот мы как оказывали помощь гуманитарную, так и продолжаем ее оказывать. Мы не прекращаем сбор гуманитарной помощи. И все, кто к нам сегодня обращается, в том числе в нашу Минскую городскую организацию Белорусского союза женщин, мы делаем все возможное для того, чтобы вот то, что мы собираем, все те необходимые вещи и предметы, конечно же, дошли до адресата. И те люди, которые нуждаются в этой помощи, максимально быстро, конечно же, ее получали. Перед пленарным заседанием работали секции. Участницы обсудили роль женщины в промышленном секторе, здравоохранении, культуре, обеспечении национальной безопасности. Женщины в погонах сегодня представлены во всех ведомствах. Они проявляют и реализуют себя на самых ответственных направлениях и, безусловно, являются частью национальной безопасности, при этом успевая оставаться женственными, красивыми, внимательными к своим семьям, своим деткам. И кроме того, что являются профессионалами, реализовываются как ответственные граждане, которые не могут быть безразличны и равнодушны к тому, что происходит в нашей стране, и хотят сделать все от них зависящее ради процветания нашей страны. Безусловно, женщины-спасатели принимают участие во всех республиканских, гуманитарных, благотворительных инициативах. В центре нашего внимания социально уязвимая категория граждан. Мы посещаем и дома деток-инвалидов, мы общаемся активно, помогаем пожилым гражданам. В общем, те, кто сегодня готов и нуждается в нашей помощи, мы с готовностью им эту помощь оказываем. На пленарном заседании конференции выступили эксперты, почетные гости, докладчики. В формате видеоконференции также приняли участие учащиеся и студенты 20 учреждений образования столицы. Мне кажется, современная женщина, вот я сделаю такой комплимент и реверанс нашим женщинам, конечно, вообще никому ничего не должна, но она хочет. У нее есть устремление успеть все и сразу, что, в общем-то, очень хорошо и правильно для женщины. Успеть быть успешной в карьере, успеть влиять на судьбу своего государства, успеть быть классной хозяйкой дома, замечательной супругой. То есть и белорусские женщины умеют это делать, умеют совмещать. Кажется, несовместимое, чему нужно мужчинам нашим у них учиться. Каролина Прокофьева, Илона Глинистая, агентство Минск Новости.